Вспомните в своей жизни самое странное имя, которое вы когда-либо слышали. Саш, что вы говорите? Жукдардаемедин Гуракча, первый монгольский космонавт. Ладно, уже неплохо. Жукдардаемедин его зовут. Согласна, но это просто сложно произносимое. А так-то ничего необычного, да? Бывают такие имена и вообще такие родители, которые называют детей так странно, что это не может не поражать. Именно такая история произошла со следующей участницей. Она привезла дочь в школу, и вот когда выходили они из машины, она услышала, что другую ученицу, одноклассницу дочери, зовут, знаешь, как? Как? Малярия. Малярия, красиво. Она думала, что, если честно, ей показалось, потому что, ну так, ну не может быть, все-таки это серьезная болезнь. Болезнь, вот, и она уточнила у дочери, и потом каждый раз, когда приезжала, слушала внимательно, действительно, к ней и учителя обращаются именно так. А отчество интересно. Вот, с отчеством, там, Малярия Ивановна, например. А если Малярия Гангреновна? Ужас, ужас какой. Ну это, понятно, все шутки. Люди в интернете, когда эта история стала опубликована, все-таки советуют ей, взрослым, осознанном возрасте девочке, сменить имя на что-то более классическое. Ну вот я не знаю, во-первых, с одной стороны уникальное имя, а с другой стороны, как корабль назовешь, так и все, он и поплывет. Да, да, да. Так, ну и следующая история. Мы с вами вместе перебираемся в Калифорнию, США. Если вы не знаете, как себя развлечь и таким же образом заработать, посмотрите на следующую участницу. Она занимается и увлекается конями, на них вместе путешествуют, занимается конным спортом. Вдруг она решила, что они сделают ли мне коллекцию для коней, коллекцию одежды из всевозможных попон. Эта история зашла дальше, она стала шить одежду не только для лошадок, но и для хозяев, или тех, кто сопровождает лошадей, катается, выгуливает и так далее. Ну и посмотри, что из этого вышло. Как по мне, так это очень даже миленько. Мило, да. Потому что обычно жакейская вся одежда, она такая серьезная, такая вся строгая, а тут вот розово-голубые бантики и все, что с этим связано. Ну, надо учитывать, что лошадь у нее все-таки небольшая. Пони. Это не пони? Не знаю, я все время не понимаю. Нет, пони вроде круглее и пухлее, а это скорее всего маленькая лошадка, но хотя с другой стороны, кто их знает. Да, да, да. Делаешь ли ты, Саш, скажи мне честно, запасы на зиму? Да. Что накапливаешь? Ну, как что накапливаю? Заготовочки всякие, не знаю, ну, крупы всегда у меня есть на всяких случаях. Есть следующий персонаж, который может с тобой, да и вообще с любым, мне кажется, жителем планеты, который тоже заготовки делает на зиму, поспорить и даже победить. Ну. Это дятел. Молодец. Дятел, который решил устроить склад в доме людей в Америке. Дом Глен и Элен, Калифорния, США. Они нашли небольшую сначала дырочку в доме. Ну и когда начали ее расковыривать, поняли, что без спасателей они уже не обойдутся. Вызвали специальную службу, которую достали. И вот тут нужно посмотреть внимательно на экран. Огромное количество орехов, которые дятел припас на зиму. Ого! Чтобы вы понимали, количество желудей 317 килограммов. 317? С половиной, да. Это три огроменных мешка. Ого! Маленький дятел. Я не знаю, сколько. 317 килограммов я буду таскать, ну, неделю, наверное. Ты понимаешь, он ведь по одному желудю, по два, наверное. А он по одному и по два, да. Это несколько десятков тысяч штук. Сколько рейсов он совершил. А самое главное, представляешь, насколько обидно потом дятлу, когда он возвращается насквозь... А там ничего нет? А склад обворован? Ужас! Какие люди вы злые! Верните дятлу орехи! Желуди, да. Желуди, да. Дорогие друзья, ну, я надеюсь, что я вас повеселила. Да, это очень круто. Спасибо. Спасибо, Ксюш. Мне очень понравилась история про дятла. Жалко дятла. Да.